Николай, ты снова пришел возмущать спокойствие мирных граждан? Привет. Или ты пришел подарить ментов? Они уже смотрят. Началось все это еще 22 февраля, когда Путин признал о независимости ДНР и ВНР. Именно с этого дня я начал выходить в пикеты. Это мое право на выражение свободного мнения. Это право, о гарантированном Европейской конверсии по правам человеку, которую Россия обязует соблюдать. Россия без Путина! Россия будет свободной! Путинизм – это фашизм! Я морально готов даже к тому, что меня посадят в тюрьму, в конце концов, за это. Меня это не останавливает. Молодец, Коля! Молодец! Молодец! Вот так и надо! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Почему я выхожу? Почему я выхожу? Знаете, мне довольно сложно на такие вопросы отвечать, потому что по-другому я не могу поступить. Скорее, я бы спросил у других людей, почему не выходят они. Существует параллель между событиями в Украине и в Хабаровске. Вот эта параллель заключается в том, что Путин и в том, и в другом случае стремится наказать народ за тот выбор, который был сделан. «Нам предлагают потерпеть, а я считаю, что деньги есть. Меньше распилов. И не надо закрывать больницы. Меньше чиновников. И не надо лишать льгот. Меньше проверок. И станет больше предприятий. Так будет лучше. Правда?» И с этого момента, как я считаю, Путин начал искать способы отомстить жителям Хабаровского края. «Он отомстил им в 2020 году тем, что арестовал и снял с должности избранного губернатора Фургала. А затем отомстил им, задавив Хабаровский протест. Он не прекратился. Люди до сих пор выходят. Но сейчас они уже просто стоят и общаются между собой». «Это один из вариантов флага России будущего. Это синий-белый флаг наподобие украинского. Если на него посмотреть, то можно увидеть, что вместо жёлтого цвета, как на украинском флаге, в нём белый цвет. Потому что белый цвет символизирует снежную равнину, а на украинском флаге жёлтый цвет символизирует меженичное поле. А синий цвет – это цвет неба. И кто мы в другом флаге. Таким образом, этот флаг символизирует братство России и Украины». Вот это моя реакция на сегодняшнее начало военных действий полномасштабных в Украине. Сначала я хотел написать на блакате «Нет войне», но потом передумал и решил показать в блакате, кто является главным зачинщиком этой войны. Потому что это очень важно. Российская пропаганда пытается убедить население в том, что ответственность за конфликт на Донбассе несёт Украина. Но на самом деле это не так. «Николай, вас задерживают? А на каком основании?» Где-то через минуту после того, как я вышел с этим плакатом, меня задержали и отвезли в отделение полиции. На тот момент новая статья о дискредитации российской армии ещё не действовала, поэтому меня оштрафовали просто по санитарной статье 20.6.1 – это за отсутствие маски. Там сумма штрафа немного меньше. Но на первый раз мне вынесли предупреждение. «Николай, но тебя же уже брали за этот блакат. Почему ты решил снова выйти?» «Я решил выйти, потому что я продолжаю выступать против войны». «Николай, мы задерживаем по сути. 20.6.1» «Николай, мы на поте. 30.6.1» «Николай, вы готовы?» «Николай, вы грехи наши тяжкие?» «Нет войне! Россия, не молчи!» «Николай, вы забираете?» «Николай, вы забираете?» «Да, забираете. «Николай, вы забираете?» «Забираете. Знаете, я несколько раз общался с полицейскими, которые меня задерживали, и с некоторыми из них, я когда разговаривал, я узнал примерно их настроение. Они понимают, что в стране есть проблемы, они согласны со многим из того, что мы говорим на площадях, но в то же время они считают, что все протесты бессмысленны, что мы своими действиями ничего не добьемся, что мы сделаем только хуже самим себе. На суде по дискредитации армии, на первом суде по этой статье, мне вынесли штраф 15 тысяч из-за того, что я инвалид. Затем, когда я снова был задержан по этой статье, мне уже сказали, что, пообещали, что сделают так, что штраф будет не 15 тысяч, а 30. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава Украине! Меня часто за мою позицию называют предателем, особенно в последнее время. Вот хочу сказать, что еще в 2020 году, когда шли митинги за Кургава, на один из митингов я принес плакат «Европа вводи санкции». После этого плаката меня тогда тоже многие называли предателем, но тем не менее сейчас, вот спустя два года, я понимаю, что плакат этот был правильный. Путин – военный преступник! Путин – убийца! Хабаровск против войны! Вот можно совсем смириться и с повышением пенсионного возраста, и с тем, что у нас украли честные выборы. Но как можно смириться с тем, что в братской стране происходит настоящий геноцид? Как все это можно терпеть и молчать, и делать вид, что ничего не происходит? Путин, ты не уйдешь от ответственности! Ты будешь гореть в аду! Николай, молодец! 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 Вот все люди, все 70 тысяч, которые выходили из-за Кургава в 2020 году, я хочу спросить у них, почему они не выходят сейчас против войны? Лично я этого не понимаю. Молодец! Я хочу сказать, что я за мир, я не согласен с тем, что происходит сейчас. Нет ядерной зиме! Мы не боимся! Мы не боимся! Мы не боимся! Когда решение суда вступает в силу, то после этого человек считается уже привлеченным к административной ответственности один раз. Если он после этого попадется второй раз, то ответственность будет уже уголовная. Тем не менее, меня это не останавливает. Пока еще ни одно решение по моим судам не вступило в силу. И до этих пор я буду продолжать свои пикеты. Ну, а в дальнейшем я, возможно, несколько изменю содержание своих плакатов и своих лозунгов. Но так или иначе, я все равно буду выражать поддержку Украине. Меня это не остановит. Я буду придумывать способы, как по-прежнему отстаивать свою позицию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!